Привет, друзья! Мы в центре Праги, и мы сегодня идем на выставку одного из самых известных, провокационных, скандальных художников-бунтарей Бэнкси. Выставка прямо здесь. Пойдемте. Утром британцы проснулись, подавились все чаем. О, королева, обезьянка. Типа им запретили. Здесь нельзя играть в мяч. А они взяли этот запрет и начали им играть. Вот так. Детство против запретов. Ты не остановишь, не остановишь детство и игру, которая идет из сердца. Бэнкси настоящий бунтарь. Вот это мне в нем нравится. Он берет эти запреты и швыряет тебе в лицо. Вот так. Британия. Ну что, нравится Британия. Вызов всей Британии, британскому миропониманию и прочему. Вот за что я люблю Бэнкси. Какие-то сложные шутки на английском, ни хрена не понимаю, но как бы когда много букв и все на английском, я просто стараюсь подойти, когда рядом стоят другие люди, и сделать вот так. Вы можете то тоже делать так. Это просто чувак с собакой. Никакого бунта. Для Бэнкси это довольно... Никакого бунта, вызова, никакого обвинения обществу не швыряет. Просто иногда Бэнкси такой, ладно, надо осадить маленько. Что-то много я обвиняю всех в запретах. Много я... Я слишком много претензий британскому обществу. Иногда можно просто чувака с собачкой нарисовать. Почетный гвардеец в медвежьей шапке писи. Типа он тоже человек. Да, типа система тоже из людей состоит. И вот это Бэнкси тоже взял эту мысль, швырнул в лицо всему миру. По британскому и другому. Система это тоже люди. Все такие, о, жесть. Я и не думал никогда, что это. Устроим сейчас тройничок спейти. Один из самых известных образов. Ну, у него много на самом деле, все у него известны. Потому что он не как обычные художники, там, красивенько всяко прорисовывает красоту. Нет-нет-нет, он берет красоту из своего сердца и швыряет тебе в лицо. Вот она, методика Бэнкси. И это тоже очень известная работа. Там на самом деле написано карточки с описанием. Но, по-моему, карточки с описанием это для обывателей. Против чего и борется Бэнкси. Вообще. Читать их не будет. Я решаю, о чем пишет Бэнкси. Это мне решать. Красота в глазах смотрящих. Боу. Исхуйся. Постоянно прослеживающаяся тема в творчестве в Бэнкси на тему, на идеи копирайта, запрета копирайта. И чувак пишет, что он не будет ничего копировать из Симпсонов. Хотя это само по себе. Подождите, у вас сейчас башка взорвется. Хотя это все само по себе из Симпсонов. Бэнкси. Так объясняется. Поняли? Смысл в том, что часто излишняя защита от проблем становится проблемой. Глубокая мысль. Ты становишься параноиком. И то, что ты стал параноиком, защищаясь от проблем, это становится проблемой. Хоть они и обнялись, но они на самом деле не на друг друга смотрят, а в свои телефоны. Вот так. Швырнул опять нам в лицо. Бэнкси. И теперь мне стыдно стало. Теперь мне стыдно стало, когда в следующий раз мы сидим с моей девушкой, взявшись за руки. И я копаюсь в телефоне, я вспоминаю, убираю на какое-то время телефон и такой, мне стыдно. Я это сделал со мной Бэнкси. Я за это 500 рублей заплатил. Какой 500? Сколько ты билет стоил? Я косарь за это заплатил. Ты платишь большие деньги за то, что Бэнкси тебя выставляет. Быдлом, обывателем. Идешь, по сути, каждая картина Бэнкси, это такая. Ты обыватель, 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 обыватель. Что, в телефоне сидишь? Обыватель. А ты такой, я косарь за это отдал? Спасибо, Бэнкси, было отлично. За то, что ты меня облил говном. Отлично просто. Корпорации и детское страдание. Типа, как корпорации только деньги, денежки зарабатывают свои, а на настоящее детское страдание им плевать. Вот так. Типичное швыряние правды в лицо от Бэнкси. Обывателю с его поверхностным мышлением, с его надуманной корпоративной радостью. Вот это я люблю. Я люблю, когда я плачу косарь, а Бэнкси мне в лицо швыряет, что, смотря фильмы Диснея, Звездный Войнекс, да, и кушая в Макдаке, я помогаю мучить детей. Вот кто я такой, один из них. Спасибо, Бэнкси. Классно потраченный косарь. Идемте дальше. Картина называется «Кто-то получит по жопе из автомата». Типа это. Ха-ха, геи. Да. Типа, вот оно современное искусство. Ха-ха, геи. Ну, я не знаю, как еще трактовать. Типа, ты нигде не увидишь, что полицейские целуются. А тут целуются. Ха-ха, не геи, а не полицейские. Типа, что-то такое. Но тут идет текст, я его не понимаю. Больше четырех английских слов действуем, как я говорил. Хм, что там? Подходишь. Притворяешься, что читаешь секунд примерно по две секунды на каждое слово. Ложь раз, ложь два, ложь три. В голове считаешь, потом двигаешься дальше. Все. Никто не подумает, что ты тупой обыватель. Не вздумай. Бэнкси узнает, что ты обыватель, найдет тебя и выбьет из тебя все обывательское дерьмо. Вдумай никогда быть обывателем. Считать, что копирайт и корпорация это хорошо. Когда Бэнкси встречаешь на улицах Лондона и такой кричишь «Корпорация!», он такой «Ух, корпорация!». А выход через сувенирную лавку, как в фильме про Бэнкси, выход через сувенирную лавку. Вообще. Ха, Бэнкси, вот здесь Бэнкси вообще камня на камне не оставил. Там просто теперь вакуум сплошной, как в космосе, как до большого взрыва. Вот что делает искусство. Плакаты популярные всякие. Типа, если ты 13-летний бунтарь, купи плакаты и повесь у себя на стене. Вот мой ответ. Маме. Ну, сумки на самом деле прикольные. Для сменки в школу. Для сменки в школу не было, а ты молодец. Молодец. И собака настолько устала от этого потока лжи, что готова из базуки выстроить в потихон. Мне кажется, Бэнкси должен меня взять на работу, чтобы я трактовкой его образа занимался. Для него самого. Бэнкси, ты смотришь просто... Ну, окей. Бунтарство, искусство. Я все понимаю, как правильно обстряпать. А теперь, чтобы немножко отдохнуть от искусства, мы зайдем в кофейню здесь рядом. Выпьем чашечку кофе с Катей, с девочкой из моей языковой школы GoStudy. Она расскажет о том, как у нее проходило онлайн обучение, потому что много про это спрашивают. Потихонечку стараюсь отвечать на вопросы. А потом в следующий музей за новой порцией искусства, потому что у меня голод искусства и у тебя тоже. Привет, друзья. Сегодня у нас в гостях на моем мини-интервью Кате. Здравствуйте. Катя выучится со мной вместе в школе GoStudy. И сегодня она нам расскажет о том, как проходит ее обучение, как проходит ее онлайновое и проходило онлайновое обучение в нашей школе. Расскажи, слушай, как вообще проходит... Какие у тебя ощущения от уроков? На удивление... От онлайн уроков? Очень на удивление приятно. Я бы никогда не подумала, что это настолько интересно и легко. Мне кажется, заранее многим кажется, что по скайпу это тяжеловато. Такого не было ощущения? Было только в первый день. Первый день? Потом, когда мы поняли, что это нескучные двухчасовые лекции, где нам будут только отчитывать материал, нам всем понравилось. Какой формы у тебя проходило? Я тоже рассказал, у тебя как все проходило, в каком настроении, в каком темпе? Начиналось все с того, что мы все здороваемся и говорим о том, как у нас прошел день, описываем какие-то интересные факты жизни. На это примерно 4 часа уходит? Нет, конечно нет. Быстро? Минут где-то 20 мы всегда уделяли тому, что разговаривали. На чешском? На чешском. Да? С самого первого дня. То есть ребята буквально там уже не несколько слов силу знают? Несколько слов, но уже, да. Это, кстати, очень сильно помогает. Ну да, я знаю. У меняется в язык сразу. Ты начинаешь такой как бы все мозговые силы стягивать в центр, чтобы... Да, создать чешское предложение. Да, из трех кубиков собрать огромную башенку, и потом это как в вакуум, как магнит притягивать начинает, да? Это правда. Ты училась онлайн месяц, да? И через месяц у тебя уже... Ты уже могла в городе разговаривать, например? Да, конечно. Как раз-таки за месяц обучения онлайн я уже получила тот необходимый уровень языка, чтобы спросить дорогу, узнать, где находится какое-то конкретное место, заказать себе еду в ресторане. Да? То есть вот этого тебе месяца хватило, чтобы вот такие всякие азы, да? Да. Главное стараться самому. Да, а что... Какая область вот такая из обычной жизни самая, скажем так, трудная была, сложная вот для понимания? Самая трудная для понимания... Ну, потому что изучают билеты, изучают, как купить билет, как продукты, купить это все вот как-то, наверное, получалось. А какая область самая сложная была? Наверное, вот просто обычный разговор. С человеком, типа, да? Сложнее всего, когда ты пытаешь там какие-то... Допустим, где ты вчера был, и начинается прошедшее время, которого ты еще не знаешь, и думаешь... Что же ты говоришь? А грамматику ты сейчас очно будешь уже учить? Грамматику уже очно, да, мы начали учить. А, вот уже начала? И сейчас уже легче получается? Намного. Да? Онлайн-ово, это ребята из разных стран, да, там Россия, Украина, Белоруссия и много еще других стран. Комфортно было? Да. Это не создает ощущение вот этого, знаешь, как будто, не знаю, инородности? Это наоборот очень интересно. Интересно? Когда ты познаешь другие культуры с помощью этих людей. Мы очень сильно сдружились с моим классом. То есть это не мешает, как бы... Нет, абсолютно. А перестроиться после онлайнового обучения комфортно на очное обучение? Вполне. Когда остается тот же учитель, и ты уже знаешь... Тот же учитель остался? Да, у нас остался тоже учитель, и я уже знаю своих ребят, поэтому все было в порядке. А смотри, усталости нету от того, что ты 4 часа сидишь перед камерой и видишь лица всех? Просто когда ты в классе, ты же не смотришь, ты можешь не смотреть на всех, сфокусироваться на черточке, на доске и так как бы сосредоточиться на учителе. А тут приходится всех лицом видеть. Это скорее плюс или минус? Для меня плюс. Это тебе нравится? Потому что ты привыкаешь быстрее к одноклассникам и к своему учителю. Тем более, учитель может узнать по твоей мимике, понимаешь ты эту тему или нет. И если что, он быстренько подкорректирует ситуацию. И что, учитель приятный будет? Да, правда. Он очень хороший человек. Интересный, да? Да, да. Он рассказывает нам очень много фактов из чешской истории, просто рассказывает нам о Праге. Прикольно. Он наставник для нас. А, наставник, то есть ты ощущаешь прямо благодаря ему уверенность. Еще благодаря его не только учебе, но и его личности, да? Да. Ты его встречала в городе? В городе нет. В школе только, да? В школе, да. А если итог подводить, то какие плюсы ты видишь у онлайнового обучения? Потому что я все равно вижу в людях какое-то сомнение. И какие-то у меня были сомнения. Я хочу узнать, какие у тебя вот, какие ты видишь плюсы онлайнового именно обучения? То есть по скайпу, либо через что-то еще? Во-первых, ты быстрее привыкаешь к своему коллективу, к своему учителю. Во-вторых... Из-за того, что ты сам в комфортной зоне, когда находишься дома, да? Да, да. Во-вторых, ты развиваешь быстрее диалог. То есть ты быстрее развиваешь способность коммуницировать с чехами. И третье для меня очень важное. Это то, что мы научились быстро печатать. То есть теперь для нас не проблема что-то кому-то напечатать или написать. То есть из-за того, что надо быстро отвечать, надо быстро... Знаешь, как у меня было, когда я еще совсем слов не знал, а я печатаю медленно. И преподаватель спрашивает, и у меня слышно. Тык, 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 тык. Все там сидят такие, ясно. На первом занятии, когда начали писать, у нас было так же. Спасибо, Катя, за то, что ответила на наши вопросы. А мы отправляемся дальше, в музей современного искусства ДОКС. Чтобы насытить наши голодные рабоче-крестьянские души искуйством. Мы находимся в музее ДОКС, в центре, прямо в центре Праги. И сегодня я устрою вам музейную экскурсию по этому музею. Хорошенько про музею, прямо по музею до самого музея. До глубины музея. Я покажу вам, насколько может быть глубок музей. От музею у вас хорошенько. Вы готовы к отмузееванию по музею или по музею? Короче, австралийские авиалинии сделали огромный бумеранг, прицепили человека и запустили. Вот так вот они путешествуют по островам. Когда скульптура очень скучная, приходится как-то самому себя развлекать. Ну ладно. Меня не сильно впечатлишь железнодорожной сортировочной станцией. Ну, те, кто живут в комфортабельной, в комфортабельной центре Праги, таки, ооо, так вот как все происходит. Ну, а как бы обычный чувак из рабочего района такой, Сартьяго, понятно, где он дальше? Он в голове живет в супермаркете. Это как мой дед, когда накидается. Извините, это очень неполитно, корректно. Городские пространства сделаны в скальной, по породе скалах. Ну, типа решил в магазин там сходить. Вышел из дома, такой на лифте. Спустился и чуть-чуть. А, короче, молока не было обезжиренного, как тебе нужно было для чизкейка. И ты такой, а нахуя я поселился в этом скальном городе, блин. такая необычная пластиковая мебель надо домой наблевал обосрался потом просто так вылилось крюк который цепляешь с которым цепляешь девок низко летишь так его симпотный к дотянул четверть потом следующую так потихонечку собираешься цельную девушку ну ты дирижабельный пират поэтому многого многого тебе не нужно так так сказать из голодухи чёрт это сломано кто-то катался склон не надо я вас обманул я человека не инсталляция оружие держит не не по-пацански эфират его застрелю каждая частичка это воспоминание какое-то и по сути люди часто себе представляют такие кораллы из вас воспоминаний у кого-то вас половина головы воспоминаний квадрокоптер ну если не детстве не счастливой было то квадрокоптер это одно из яркость в это вертолетик хотя может так ли это она сиськами с голыми такая да много воспоминаний но только не на сиськах тоже не хочу чтобы все было видно смотрите прицел машинка статоскоп самолетик кинты это все кстати телефон здесь представлять хотел попрекалась а ты звонишь премьер-министру чехи стеклянный шарик инсталляция того как быстро у тебя воруют машину на окраине праге ты еще не успел выйти и рядом с еще это пока машина а там она уже как бы испаряется переходит другое состояние станет это огромный стерки как из моего и чего-то тоже детства вот этим концом стираешь карандаш а этим ручку на самом деле не карандашную ручку они нихуя не стирают они все размазывают портят бумагу а потом тебя бьет мать и орет учительница сначала ряд учиться потом пьет мать потом а потом ты решаешь него не учиться и становишься блогером бум блогерская стерка никогда не понятно мусор или и инсталляция типа как матрица для бедных для бездомных одеваешь обувь такую и кто-то тоже на этой же палки у вас соединяются разумы завоза пошел здесь соответствующий там какие-то необычные сапоги прикольно проститутские я бы их и одел на самом деле вообще искусство многогранно но не статично но разнообразное часто приходится двигаться лишь движение ты можешь заметить общую картину это как пазлы которые складываются и дают ответ только тогда появляются какие то есть я слишком тупой для этих приколов там либертарианец они понимают философии это или в леваке либертарианцы ни хрена этого не понимают не политкорректно это вообще не политкорректно сейчас было пожалуйста извините а куда пожаловаться может я ничего не трогал абсолютно я просто подошел этом это очень не политкорректно просто мускать мной воспользовались нет больше никаких музеев